Тема сегодняшнего видеоролика Самая популярная кровельная зимняя ошибка Меня зовут Павел Рыбаков Мы занимаемся кровельными и фасадными работами Каждую неделю мы рассказываем о том Как правильно и качественно построить себе дом Если вам эта тема интересна Обязательно подпишитесь на мой канал И поставьте лайк Разобрали здесь Дальше убрали утеплитель И видно что здесь тоже Все у нас в конденсате Эта вся часть мокрая Если пленку оторвать Все вот это доставлено Видно что насыраем Все здесь в воде Вот как это выглядит Еще раз вот тут Начало у нас идет Вот где-то примерно сантиметров 50 Вот на 50 сантиметров У нас образуется вот такая вот сильная влажность Такой вот конденсат С этой стороны Здесь все сухо Проблем никаких нет И вот с этой стороны Тут тоже все Было мокро Соответственно Сейчас вы увидели видеоролик Увидели некоторые фотографии На которых видно что Есть гидрорезоляционная пленка На гидрорезоляционной пленке Образуется конденсат И этот конденсат Из-за того что весна Приходит тепло Начинает таять И соответственно попадает в помещение Тем самым доставляет дискомфорт Домовладельцу Сегодня я хочу поговорить О причинах Почему образуется конденсат на пленке И что нужно сделать Для того чтобы этого конденсата не было Что мы увидели из этого опыта А увидели мы следующее Мы поставили две рюмки В одну из рюмок мы налили воду Соединили их бумажной салфеткой И через определенное количество времени Вода устремилась во вторую рюмку О чем это говорит? О том что вода стремится к равновесию Закон сообщающихся сосудов Этот опыт позволяет понять нам процесс Переноса водяного пара Из помещения на улицу Допустим у нас на улице минус 10 градусов В помещении плюс 20 градусов Из таблицы мы видим Что при температуре плюс 20 градусов Максимальное количество водяного пара В одном кубическом метре Может быть 17 с копейками Относительная влажность У нас будет к примеру 40% Значит мы берем 17 Делим на 100 Умножаем на 40 У нас получается примерно 6 с копейками грамм Водяного пара В 1 кубический метр В данный момент Из таблицы мы видим Что при температуре в минус 10 градусов Максимальное количество водяного пара Может быть 2 с копейками грамма На 1 кубический метр Если у нас влажность будет 70% Значит мы должны 2 с копейками разделить на 100 И умножить на 70 И у нас получится примерно 1,5 То есть в помещении у нас 6 грамм На улице у нас 1,5 Так как мы уже провели с вами эксперимент И понимаем что вода стремится к равновесию Те пары которые у нас есть в помещении Они стремятся на улицу Для того чтобы вода была в равном состоянии Для того чтобы пар не попал в утеплитель Мы должны сделать ограждающую конструкцию Которая будет препятствовать ему Для этого мы будем использовать пароизоляционную пленку У немцев паропроницаемость материала Обозначается буквами SD Абсолютная паронепроницаемость Обозначается SD1500 На каждой пароизоляционной пленке Немецкого производителя есть показатель SD Например ту пленку которую мы чаще всего используем Немецкая пленка Delta Reflex Имеет показатель SD150 То есть Простыми словами Наша пароизоляционная пленка Которую мы чаще всего используем Не дотягивает до абсолютной пароизоляции Аж в 10 раз Это говорит о том что материал Все равно в любом случае Будет пропускать пар Это говорит о том что в любом случае Пар попадет в утеплитель Соответственно наша задача Этот пар из утеплителя вывести Каким образом мы можем его вывести? А очень просто Если мы сделаем качественную вентиляцию Подкровенного пространства То у нас не будет проблем Если мы сделаем такую тягу воздуха Которая позволит этому пару Выйти из утеплителя То система кровли будет работать правильно И не будет никаких проблем Все мы знаем что сверху утеплителя Мы укладываем какие-то гидроизоляционные пленки Существует два вида кровельных гидроизоляций Первая гидроизоляция это обычная Которая служит для того чтобы Собирать с кровли конденсат Или являться какой-то временной кровлей Защищать кровлю от протечек Второй вид гидроизоляционных пленок Называется диффузионная мембрана Она должна выполнять три функции Первая функция это защищать Крышу от возможного конденсата От возможных протечек Вторая она должна защищать Утеплитель от выдувания из него Более теплого воздуха И третья задача она должна Тот пар который образуется в утеплителе За счет правильной вентиляции Пропускать через себя То есть она должна быть паропроницаемой Этой пленкой Это очень важно Если подвести итог Причиной образования конденсата Было то что сверху утеплители Использовали материал Который очень плохо пропускает пар В одном случае это была гидроизоляция В другом случае это была ОСП плита Если на этих двух кровлях Использовалась правильная диффузионная мембрана То этой проблемы не было бы Также для того чтобы система кровли Работала правильно Мы не должны забывать о вентиляции Мы не должны забывать о качественном утеплении Мы не должны забывать о качественной пароизоляции И обязательно эту пароизоляцию Мы должны проклеить между собой Проклеить к стенам Каким-то конструктивным элементам Если вам понравилось данное видео Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Потому что каждую неделю Я буду рассказывать о том Что такое качественное строительство Всем удачной стройки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!